Всем доброе утро! Я не знаю, где в этом мире живут феи, но точно знаю, где в Мурманске живет волшебница, умеющая их создавать. Рассказать историю картинками, увидеться о звездях в сказку, для мурманской художницы Ксении Федоровой, возможно, не такое. Любовь к красивым историям, как и к краскам, у нее с малых лет. С детства хорошо рисовала, мама дала меня в художественную школу. В художественной школе были такие шикарные преподаватели, что я по окончанию художественной школы и школы одновременно, когда стал выбор, куда идти учиться, я поняла, что пойду, наверное, на художественную специальность. После института стала работа декоратором и дизайнером. Заказов много – от бумаги для творчества и открыток до книжек со сказками. Вдохновение приходит из самых разных источников и всегда неожиданно. Бывает какое-то кино, бывает вдохновит. Хорошая история всегда вдохновляет, ее хочется рассказать. Это может быть песня, какая-нибудь музыка. Если источник, к примеру, мелодия, то она будет играть в колонках, пока не закончится работа. Творит Ксения необычно. Сначала историю рисует в блокноте, но не простом, исторически известном. Такими пользовались Ван Гог, Пикассо, Матис. На мировую известность Ксения не претендует, но специальный блокнот заряжает вдохновением. Я олдскульный человек. Я считаю, что должна быть рука хотя бы на каком-то этапе, но обязательно приложена вот живая, иначе вся магия пропадает. Волшебство должно быть настоящим. Иногда рисуешь, и все хорошо, иногда рисуешь, и ощущение, что они там ногами шевелят, что ли по эту руку передвинули. Вот сидишь, думаешь, так, так, ребятки, давайте вот вы сейчас замрете, замряйте на пять минут, значит, я вот сейчас нарисую вас, и дальше можете шевелиться, как хотите. Потом все работы Ксения сканирует и раскрашивает в специальной компьютерной программе. Волшебный лес, что-то такое, все мистическое слегка, то есть каких-то классических фей банальных с крылышками рисовать не хотелось, потому что, ну, сколько можно. Поэтому они такие, немножко в стиле бога, такие все волшебные, легкие, кружевные, в шелка одетые. Рисует наша героиня не только для души, но и на заказ. Одно из самых необычных заданий в ее практике сделать иллюстрацию к детской книге о звездном небе. К работе Ксения подошла ответственно, изучила все созвездия и научилась рисовать животных, которых до этого изображать не приходилось. Опыт подтолкнул к новым творческим мечтам. Мне бы хотелось как минимум написать книгу, может быть, с какими-то из них, да, ну, естественно, ее проиллюстрируют. Вот, но это такое, самое, самый легкий способ из всех возможных. В идеале, конечно, было бы здорово, если бы это был какой-нибудь кинематограф, то есть даже не мультфильм, а кинематограф. Ксения точно знает, что все, о чем мечтаешь, сбывается. Тем более, что ее феи и волшебные эльфы живут в нашем мире. Ведь все герои, которых рисует эта удивительная девушка, реальные люди. Ее любимые друзья и просто знакомые.